Приветствую вас, Анастасия, я сочувствую, потому что с вами произошло, вы, безусловно, пересели очень тяжелые события и тяжелые переживания. На мой взгляд, вас очень много боли, очень много обиды, очень много страха, очень много эмоций, которые вы себя сдерживаете. И они вас, как мне кажется, давят изнутри, вот. Соответственно, первая задача психолога, на мой взгляд, это сделать так, чтобы вас немножко отпустило. То есть, чтобы эмоции, которые у вас сейчас рассказывают, вот, чтобы они немножко стали меньше, чтобы их стало меньше, но эмоции, я имею в виду, стало меньше. И, чтобы вы могли что-то с ними, ну, даже не с ними, да, то есть, как бы, с ними это делать, ничего не надо специально, вот. Чтобы вы получили возможность смотреть на ситуацию, с которой вы оказались, да, по-другому. Не вот так, как вам это видится, видится сейчас. Сейчас вам это видится под одним углом и под одним ключом, соответственно. Если эмоции вы прочьете, это вот негативные, то, в том числе, обиду на свою маму. Вот, если эмоции вы прочьете, в том числе, негативные, то вам будет достаточно легче двигаться по своей жизни дальше. Поскольку вы говорите о том, что вас не слышат, ну, то, что вы описываете, это вот о тотальном отсутствии защищенности, вот, о тотальном отсутствии, вот, о тотальном отсутствии, эээ, как мне кажется, эээ, восприятие, эээ, вас, эээ, всерьез, вот. На мой взгляд, вы говорите об этом, на мой взгляд, вы говорите про это, то, соответственно, с помощью, на мой, на мой опять взгляд, вам, эээ, требуется, в том числе, эээ, в этом аспекте, в том числе. Вот, то есть, эээ, чтобы вы могли получить, вот, эээ, кто-то необходимый, вот, уровень, эээ, заботы, ласки и тепла, эээ, вот, эээ, в том числе, вот, эээ, ну, в том числе, вот, эээ, психолога. Вот, эээ, это, эээ, вполне реально, вот, даже если, ну, даже если вам кажется, что нет, то, поверьте, это, это более чем, более чем реально сделать, вот. Ладно только, эээ, ну, вам дать, эээ, себе, дать себе, верно, дать себе, верно, позволить, 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 эээ, позволить себе это, прошить, и, принять вот эти вот, ээээ, чувствуя, да, ээээ, ощущения. Даже если они болезненные, а у вас много, мне кажется, таких болезненных переживаний. Вот, а дальше начинаем, вы пишите про маму, которая ничего не делала, когда у вас был отчим и безусловно вас это оттравнировало. Поэтому обиды на маму тоже вас давят достаточно сил. Их тоже нужно прорабатывать. Сейчас вас, скорее всего, душат эмоции, сейчас вас да, вот, чувства, вот, это вполне нормальная и естественная реакция, вот. Я имею ввиду вполне нормальная и естественная реакция. Вот, опять же, можно сделать так, чтобы на вас это добило меньше, как можно меньше. Как можно меньше, чтобы это вас определило. И после того, как это получится, вот, я думаю, что вы сможете уже начать жить для себя. Ну, то есть, сможете начать двигаться дальше, позже. Пусть вам это кажется сейчас чем-то невозможным, чем-то нереальным, чем-то фантастическим. Вот. Но, тем не менее, это вполне возможно. Вот. А почему она с моего вас не защищала? Мне кажется, что я не хочу, не хочу, чтобы вы подумали, что я ее как-то сейчас оправдываю. Но мне кажется, что она в глубине души очень одинокий человек. Вот. И она, таким образом, справляется с этим души. Не защищая вас, боясь. Я думаю, что она очень сильно боится. Вот. Ну, по крайней мере, все на это указывает. На то, что она очень сильно боится. Вот. А, другой вопрос, что вам ничего не даст знания. о том, почему она ничего не делала, ну, условно говоря, чтобы вас защитить. Вам ничего не даст знания, кроме новых мыслей. Мыслей будут сменять мысли, и так это все будет происходить по кругу. Вот. Поэтому, аааа, моя идея заключается в том, чтобы больше, ааа, внимания вы обратили на себя, чтобы, ааа, чтобы больше больше энергии, чтобы вы тратили на саму себя, чтобы вы смотрели на то, насколько интересно вам ваша жизнь. И для вас это вполне может стать прекрасным ресурсом и путём вперёд к новой жизни. Другой вопрос, что вы, вероятно, не привыкли к тому, что в вашей жизни что-то интересное, вероятно, вы больше привыкли к тому, чтобы выживать, вероятно, вы привыкли больше бороться. Мне кажется, что, может быть, сейчас, когда бороться уже не так нужно. Вот. А быстро она продолжает это делать. Подкрепляющими факторами этой борьбы являются ваши негативные чувства матери. Вот. Требования от неё того, что она не может, то есть требования от неё быть более активной в вопросе вашей защиты. И это подкрепляет ваше поведение, ну, ваше поведение в том, контексте, чтобы продолжать её обвинять. Вот. Да. И требовать от неё. Требовать от неё. Требовать от неё. От того, что она сделать не всё. Вот. Вот такой ответ я могу вам пока что дать. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.